Пенсии, пособия и другие социальные выплаты в Крыму будут выдаваться в срок. Возможно лишь корректировки времени и даже места получения денег. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин после ряда совещаний с представителями крымской власти. Минимальные изменения будут вноситься после тщательного изучения графики подачи электроэнергии, о которых жители Крыма проинформируют заблаговременно. У нас не вызывает никаких сомнений, что ситуация находится под контролем. Все выплаты за ноябрь месяц осуществлены. Сейчас формируются все выплатные ведомости для выплаты декабря. Мы договорились о том, что работу еще скоординируем по линии наших служб для того, чтобы был нормальный переходный период к Новому году. Тоже такие поручения даны. Поэтому с этой точки зрения у нас никаких опасений ситуация не вызывает. Все работает в штатном режиме. Мы просто организационно немножко перестраиваем свою работу, исходя из графиков подачи электроэнергии. В то же время и крымские и российские власти призывают волонтеров помогать пенсионерам и людям, нуждающимся в опеке в период энергетической блокады. Генераторов в Крыму для обеспечения деятельности различных структур. Первой необходимости пока не хватает. Сколько их нужно и когда в республику смогут доставить дополнительные, станет известно после запуска крымской ТЭЦ, заявил Сергей Аксенов. Также общаясь с журналистами, после встречи с Максимом Топилиным, глава республики дал официальную оценку событий в Сирии, где турецкий самолет сбил российский Су-24. Теперь в Крыму прекращают всевозможные отношения с властью и бизнесом Турции. «Однозначно то, что произошло вчера в Сирии, был сбит российский самолет, и правильно наш президент сказал, что это удар в спину Российской Федерации, которая борется с терроризмом. Я подготовил заявление, оно там сейчас будет выпущено, буквально. То есть мы считаем однозначно, что крымчане должны принять участие в акции «Отказ от покупки турецких продуктов, товаров и так далее» в данном случае. Призываю крымчан вообще воздержаться от поездок в Турцию, не потому что там опасно, а потому что на сегодняшний день это государство, которое демонстрирует враждебную политику по отношению к России». Помимо этого, с турецкой стороной будет прервано паромное сообщение. Напомним, накануне российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким самолетом в сирийской Латакии, находящийся в километре от границы с Турцией. Однако, по оценкам последней, российские военные нарушили воздушное пространство и несколько раз получили предупреждение. Российская сторона заявила, что Су-24 не вылетал за пределы Сирии. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.